Каждый день специалисты фельдъегерской почты помогают поддерживать связь между военнослужащими, участвующими в зоне СВО и родными. В столицу России поступают письма со всех уголков страны, где их сортируют и доставляют по направлениям с помощью военно-транспортной авиации. После чего на бронемашинах весточка из дома доходит до адресатов. Самая простая статистика – это когда мы приезжаем получать эти посылки на обменники, и у нас с каждым разом все больше и больше заполняется машина. Сейчас, если пройти, у нас в Кунге места нету больше. Все забито до отказа. Чем дальше, тем больше люди узнают, и хотят, и шлют все необходимое для своих родных. В перевозке военные почтальоны используют специальную аппаратную службу ФПС, где есть отделение для фасовки корреспонденции по ячейкам на каждую часть, и рабочие места для распределения сразу на ходу и передовых позициях. Благодаря такой слаженной и оперативной работе бойцы всегда остаются на связи с домом. По их словам, весточка от родных, их тепло ощущается в каждой строчке и помогает выполнять свой воинский долг. У меня есть бабушка, и для нее приятно, когда она пишет письмо, и когда я ее отправляю письмо. Также друзья сделали такой подарок, они отправили вот эти перчатки, и между перчаток положили нашу общую фотографию. Вот это, наверное, было самое ценное, потому что продовольствия там всего такого хватает. Необходима именно теплота, теплота вот тех людей, которые сейчас находятся там, которые наш надежный тыл, и которых мы здесь защищаем. Напомним, что отправить письмо можно через отделение Почты России, указав адрес. Город Москва 400, индекс 103-400, номер воинской части, либо войсковой части, полевая почта. Его можно узнать в военном комиссариате по месту жительства. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, Новости, Телеканал Среда.